Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Регион начинает интересоваться Западной Арменией. Почетный караул Армении демонстрирует впечатляющие результаты в Абу-Даби в рамках IDX 2019. Бакосаокян посетил Степанакерский мемориал и возложил венок к памятнику Артуру Макарчану. Состоятся мероприятия, посвященные столетию геноцида против понтийских бреков. В США заявили об условиях прекращения поддержки сирийской оппозиции. Сирийские демократические силы освободили последний оплот боевиков ИГИЛ Сирии. В церкви Святого Иоанна в селе Ток ведутся ремонтные работы. 19 января 2019 года премьер-министр Западной Армении Гарник Саркисян, представляя программу работы, предусмотренную на ближайшие пять лет, перед вновь избранным Национальным собранием Западной Армении заявил, что в течение следующих шести месяцев Западная Армения должна войти в политическую повестку Дня региона. СМИ региона должны интересоваться вопросами Западной Армении и освещать ее политическую значимость в свете местных событий. На самом деле, через месяц после заседания Национального собрания Республики Западная Армения на государственном радио Сирии 7 февраля депутат Западной Армении Басам Тахан в первый раз публично заявил о важности двусторонних отношений между Сирией и Западной Арменией. Сотрудник радиостанции счел, что распад Турции и становление Западной Армении, по-видимому, был бы полезным для всех сторон в регионе, отметил он. Второй шаг обещания состоится 16 февраля 2019 года, когда египетский президент господин Абдул-Фатах Сиси вспомнил о геноциде против армянского народа во время своего выступления на конференции по безопасности, созданной в городе Мюнхен. Президент Сиси заявил, что географическое положение Египта ставит его в прямой связи со всеми событиями в регионе. Через несколько часов после этой речи президента Сиси информационное агентство Эль-Маватин связался с премьер-министром Западной Армении Гарником Саркисяном. Взяло содержительное интервью, в ходе которого был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес в Западной Армении и Египте. Также сообщим, что в тот же день правительство Республики Западной Армении приветствовало речь президента Египта. Почетный караул Республики Армения выступил с впечатляющим номером в Абудабе в рамках выставки IDX-2019, в которой также принял участие министр обороны Республики Армения Давид Тоноян. Министр обороны посетил армянский военно-промышленный стенд в Абудабе. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Министерства обороны Артун Ованисян. 18 февраля в рамках мероприятий, посвященных 60-летию со дня рождения первого председателя Верховного Совета НКР, Артур Макарчана, президент Республики Арцах, Бако Саакян посетил мемориальный комплекс города Степанакерта и возложил венок к его могиле, сообщает пресс-служба президента Арцаха. Бако Саакян назвал достойным подражание, патриотизм, преданность и скромность Артура Макарчана, добавив, что славная память о нем навсегда останется в сердцах арцахцев. В рамках мероприятий, посвященных столетию геноцида против понтийских греков, начнутся кампании по сдаче крови. В 2019 году Мустафа Кемаль отправился в Самсун и приказал убить греков Понта. В результате геноцида понтийских греков тысячи женщин и детей в горах, деревнях, поселках и городах были убиты или брошены в море. По сути, Понт был похож на концентрационный лагерь Освенцы. В 2019 году в прибрежных районах Понтоса, Понтии, бросят цветы в Черное море в память о жертвах. Юбилейные мероприятия пройдут в районах Одессы, Крыма, Келенджика, Анапы, Сочи и Батуми, а также в Бургазаде, Братском порту Александрополь. Это день истории. Окупанты Средней Азии Мустафа Кемаль назвали Понтийского моря Черное море. И Понт был выкрашен в красный цвет кровью местных жителей. Американская страна прекратит поддерживать силы вооруженной сирийской оппозиции демократические силы Сирии ДСС, союзы курдских и арабских группировок, если они будут сотрудничать с президентом Сирии Башаром Асадом или Россией. Об этом заявил генерал-лейтенант Пол Лакамер, сообщает Реутерс. По его словам, США будут обучать и вооружать бойцов оппозиции, пока они остаются их партнерами. Эти отношения разорвутся, как только они вернутся к режиму, с которым у нас нет отношений, или к русским, объяснил Лакамер. Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, умеренные оппозиции и различные исламские группировки. В настоящее время под контролем террористов из ИГИЛ остается несколько пустынных районов к югу от города Дейр-Эзор. Оппозиционные силы контролируют два зачищенных от террористов района. Один на границе с на юго-востоке Сирии и второй на северо-западе в провинции Идлиб. В последней была создана демилитаризованная зона. Север Сирии охраняют курдские силы. Проамериканские курды ликвидировали в Сирии последний очаг исламского государства за Ифратом. Последний оплот ИГИЛ в провинции Дейр-Эзор, населенный пункт Багуз, занят находящийся под контролем курдов группировкой Сирийской демократической силы СДС. Боевики ИГИЛ в количестве по меньшей мере 440 человек сдались курдским бойцам и американскому спецназу. В настоящее время бойцы СДС проводят зачистку района от остатков террористов. В беседе с корреспондентом Арцах Пресс глава общины ТОК Александр Шабурян сказал, что работы по реконструкции сельской церкви ведутся на средства их односельчана Карена Сафаряна. Собрали новую крышу. В настоящее время ведутся внутренние и внешние отделочные работы церкви. После их завершения территория также будет обустроена, отметил он. Шабурян добавил, что ремонтные работы церкви будут окончены в 2019 году. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Вартануш. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте канала Западной Армении. Оставайтесь с миром!